что сегодня хочу показать вам как я снимаю пасынки с фиалочек это может быть не только фиалка химера но и обычные сорта чаще всего я размножаю пасынками фантазийные сорта есть такие сорта которые плохо дают деток мало деток я их также размножаю пасынками ну естественно химера это у меня химера юдашенька я использую вот такой вот триммер очень удобно ее можно и снести голову и также можно сносить пасынки здесь у меня очень много пасынков поэтому я хочу немножко проредить снять те которые покрупнее потому что они уже начинают забивать те пасынки которые помельче листья если вам мешают можно оборвать вот у меня есть например такие уже подпорченные уже старые листья можно не обрывать если вам не мешает я обрывать пока не буду не они сами отвалятся и так сначала я ищу такой покрупнее пасынок где бы мне его поудобнее было срезать и просто вот поддеваю так вот раз вот уже у меня пасыночек один снят бывает такое что можно поддеть одновременно несколько пасынков вот видите например вот здесь вот у меня целая куча сейчас я вот попробую несколько штук их вот так вот просто поддеть у меня снилось два пасынка сначала их просто срезаю потом я буду их разбирать вот тут совсем такой вот крупненький ничего сложного просто поддевайте они сами будут отваливаться если например у вас уже достаточно пасынка вы срезали там 4 5 штук то можно вот так вот принципе дальнейшем оставить эти пасынки остальные расти на пне здесь же они могут зацвести это чем удобно что во первых это экономит место как бы если вы сразу все снимите тут и тут наверное будет штук 15 может быть 20 с мелкими это же надо где-то разместить это надо подсветка полив ну сами понимаете а так например вот вы срезали себе сколько вам нужно там 35 штук или по необходимости возможно по предзаказам я вас срезаю сейчас у меня посчитано что например этого сорта метам надо 7 штук это 100 процентов которые уже девочки мне заказали вот я сейчас срежу 7 штук остальные пока оставлю пусть они немножко дорастают если вы хотите у вас прям сорт очень такой ходовой популярной часто его заказывают когда вы срежете все пасынки вы можете еще раз поставить этот пень на прирост деток сейчас я если мне попадется такой сорт который я буду полностью все пасынки сносить я вам покажу что я делаю дальше вот у меня есть сорт fg золотое рно сорта очень популярная но по крайней мере у меня его часто просят и пасынка он дает не так уж и много вот здесь вот на таком хорошем пенечки он дал мне вот но не знаю сколько тут и сейчас я буду снимать можем посчитать и я буду еще ставить этот пенечек оставлять чтобы у меня было еще больше пасынков сорт редко дает спорты по крайней мере у меня как бы не было поэтому я не буду эти пасыночки доводить до цветения прям на пенечке потому что думаю что все будет хорошо не будут по сорту и плюс мне вот необходимо их большое количество вот у меня всего вышло 5 пасынков этот маленький еще не будем срезать и такой вот у меня остается пенечек можно так и оставить в принципе там где вы отломали эти пасынки могут пойти еще новые пасынки но я все же рекомендую немножко обновить вот этот срез для этого я использую обычный такой вот канцелярский нож и немножко вот надрезаю наш пенечек так чтобы вот обновить то что уже засохла так вот аккуратно можно немножко и так поцарапать ничем не обрабатываю раньше еще поначалу своего увлечения фиалками я использовала иногда пасту стакининовую но не вижу в этом смысла пеньки отлично дают пасынки без различной стимуляции тем более что с пастой нужно быть очень очень осторожными если ее много положить вот сюда вот паста закладывается под в пазухи листьев если ее много положить то у вас будет очень много пасынков настолько много что просто вы не сможете их в результате разделить и они у вас будут расти таким сплошным кустом и например у меня было такое что было прям такой вот огромная пышная пища этих пасынков я была так счастлива до того момента пока не села их оттуда выковыривать в результате с этой огромной огромной шапки я выковыривала там совсем пару штук а остальные меня просто развалились в руках потому что они были все такие вот мелкие но они друг на друга по нарастали когда я начала их снимать но просто не за что было даже зацепиться они так плохо держались ну скажем так я не применяю больше таки не новую пасту как бы я не считаю что она как-то влияет на сортность потому что нигде никем это не доказано не проверено как некоторые пишут что потом спортов больше или меньше я в это не верю поскольку знаете то что не проверено научно не доказано поэтому вы сами решайте ну вот таким вот образом вы этот пенечек оставляете и у вас будут опять пасынки как ухаживать за этим пенечком я могу сказать что я периодически удобряю этот пенечек удобряю любыми удобрениями азотными те которые вот дают прирост вот листьев калий азот калий конечно больше для цветения но он очень также способствует и корневой системе то есть у нас не страдает корневая и вот азот нам дает рост зелени я использую сейчас петерс удобрения у меня есть такой специально для стартеров вот она отлично влияет на наращивание зеленой массы и корневой системы мне вот нужно зеленая масса если например мне надо чтобы эти пасынки зацвели быстрее можно попробовать поливать удобрением для цветения но тут как бы не факт что это поможет поскольку может зацвести как бы сам пень а не пасынки то есть для того чтобы зацвели пасынки вам достаточно просто обеспечить им хорошее освещение и своевременный полив ну и конечно же терпение дождаться пока они зацветут надеюсь все понятно объяснила если какие-то вопросы задавайте пожалуйста всем отвечу